Не все, кто решается на то, чтобы завести в доме животное, по правде говоря, готовы к этому знаменательному событию по-настоящему. Желание играть и дрессировать собаку – это не одно и то же, что дрессировать и играть с ней. Первое в теории, а второе на практике. Чтобы на деле все вышло гладко и без проколов, лучше позаботиться обговорить многие моменты заранее, до появления щенка на пороге и принять соответствующие меры. Вот несколько позиций, которые стоит обсудить. Личное пространство животного, где она будет спать и есть. Если это частный дом, должен быть готов вольер. Вольер должен быть с двух сторон закрыт сплошными стенками и можно две стороны оставить из сетки. Обязательно должна быть деревянная будка по размеру собаки, не больше, не огромная, потому что тогда зимой собачка не сможет себя обогреть. Обязательно деревянный настил должен быть, чтобы собака не спала на цементном полу. В вольере всегда должна находиться миска с водой. Ее лучше, конечно, зафиксировать, чтобы щенок маленький ее не переливал. Если это квартира, это должно быть место, которое находится не на сквозняке. Отдельно тоже покупается подстилка для щенка. Также ставится тарелочка с водой. У него отдельное место для того, чтобы он спал и отдельное место там, где он ест. Еда для щенка. Этот вопрос также вызывает массу споров и противоречий. Какую едой кормить, как часто, что можно и что нельзя. Правила кормления. Еда у щенка не должна стоять постоянно. То есть он кормится по часам, и это должна быть порция, которую он съедает сразу же. То есть не должен щенок оставлять еду на потом. Все зависит, опять же, от того, насколько у хозяина есть много свободного времени или мало свободного времени. То есть мы в питомнике комбинируем кормление. То есть мы можем кормить и кормом, и натуральной едой, кашей с говядиной. Потому что, допустим, щенков в летний период рекомендуем кормить кормом. И слегка смоченным водой. Этот корм не портится на солнце, он как бы меньше в нем бактерий. Будет зимой кашу с теплым бульоном. Это очень рекомендуемая вещь, потому что собака все-таки тратит очень много энергии. Если температура опускается ниже минус 10 градусов, мы кормим собак два раза в день зимой. Также очень полезно взрослым собакам устраивать разгрузочные дни. То есть это день, когда собака не ест ничего, только пьет воду. Но такое можно делать раз в месяц. Это очень полезно для здоровья. Если собачка что-то схватила, то, что ей нельзя брать в рот, обязательно это нужно забрать. Нельзя оставлять щенка без присмотра. Все, что щенок делает не так, как хотел бы хозяев, хозяин, в этом виноват хозяин. Так по вине хозяина портятся новые туфли или любимые домашние тапочки, книги, подушки. Да много всего, что лежит в свободном доступе для пока еще неразумного животного. Если вы видите, что щенок схватил ваш любимый туфель и мчится с ним по всему участку, однозначно, если он не хочет подходить по команде ко мне, собачку нужно догнать, отнять туфель, сказать фу. Можно использовать сворнутую газету. То есть она не принесет никакого вреда, но она очень шумит. И щенки на это очень хорошо реагируют. Когда щеночек появляется в доме, у всех внизу стоит обувь, у всех есть какие-то предметы, красивые цветочки в горшочках. Все это быстренько поднимается наверх, потому что все это жалко. Ну, пара обуви обязательно страдает. Потом хозяина научится наводить порядок, и ничего такого, что собачка может испортить, такого нет. Список быть покусанными и испорченными обязательно пополнит подол длинной юбки, штаны или же просто ноги хозяина, вызывающие неудержимый трепет. Как избежать или искоренить подобное баловство и шалости? Есть ли альтернативные варианты? Вы ходите на улицу, когда идете общаться со щенком, берете с собой игрушку. Или берете с собой лакомство какое-то. Лакомство – это отварная печень, это отварная говядина. Вот ему в таком возрасте это и полезно, и вкусно. Мелко нарезанный сыр. То есть я не рекомендую ни колбасу, ни печенье. Ну, колбасу как бы она по качеству не очень. Печенье и корм от них хочется пить. Когда вы идете к нему общаться, вы видите, что он пристал к ногам, или он терзает за штаны. Лакомством ему даете команду сидеть, или там, иди ко мне. Все, он уже забывает то, что он грыз, он уже чувствует интерес к еде. То же самое можно делать с игрушкой. То есть сразу же отвлекать его внимание на игрушку, на палочку какую-то, на листик, который полетел. Вот в таком возрасте очень сильно охотничий инстинкт у них еще присутствует. Поэтому они с удовольствием играют с мячами, гоняются за листиками, за бабочками, за жуками. Вот, опять же, нужно отслеживать, чтобы они не гонялись за пчелами и за всем, что может их укусить. Теперь, что касается выгула животного и привычки ходить по особо важным делам вне дома. Правила выгула приучаем к туалету. Как выгуливать щенка, если он в квартире? Это больше, как бы, проблематично, чем когда он живет в вольере. Щенок, как и маленький ребенок, он проснулся, он сходит в туалет, и он покушал, он сходит в туалет. То есть, утром нужно быстренько вынести его на улицу из квартиры и после еды тоже сделать небольшую прогулку. Так за пару месяцев щенок привыкнет, что он должен ходить в туалет на улице. Какой выбрать ошейник и как приучить животное ходить на поводке? Ошейничек можно покупать регулируемый. То есть, от маленького щеночка до взрослой собаки, он регулируется, растягивается по мере роста щенка. То есть, у щенка не должно быть связано никаких отрицательных впечатлений, да, с ошейником. То есть, вы его застегиваете, даете лакомство. Вот молодец! Вот молодец! Молодец! Как правило, щенок даже не замечает то, что на нем есть ошейник. А вот с поводком дело обстоит несколько иначе. Потому что поводок, это же нужно идти туда, куда вам надо, а не туда, куда надо щенку. Вот тут нужно будет чуть-чуть постараться и дать понять, что вот на поводке нужно ходить только туда, куда надо хозяин. Щенок будет сопротивляться, будет упираться, но ничего страшного, это все пройдет. Также с лакомством или с игрушкой вы его маните за собой. Что делать после прогулки? Как соблюдать правила гигиены и сделать так, чтобы собака была удовлетворительно чистой? Для немецкой овчарки достаточно ходить на пляж, купать собаку в речке, вычесывать регулярно. Как таковое, мы не купаем своих собак зимой в ванне. Те, кто живут в квартире, обязательно с маленького такого щеночка приучать. Собака пришла с прогулки, садится возле дверей и вытирает ноги. Они очень любят плавать, они очень любят купаться, они очень даже любят под поливалками купаться. Еще маленький щенок любит проявлять дружелюбие ко всем, кто решился заглянуть к вам в гости. Гости также не против погладить и подружиться с пушистым комочком. Но спросите себя, для чего вы решили завести собаку? Для дружеских посиделок и веселых игр? Если у вас собака, которая предназначена для охраны территории, на которой вы живете, то общаться с чужими людьми ей запрещено и людям тоже. То есть пока, даже пока это маленький щенок, он не должен привыкать к тому, что все люди, которые приходят к вам в дом, его будут гладить, чем-то кормить или еще что-то. К вам приходят друзья, у вас собака закрыта в вольере. Друзья ушли, вы собаку выпустили. Если это маленькая декоративная собачка, пожалуйста, пусть общается со всеми. Правила общения с хозяином. Первый человек для общения – это, конечно, хозяин. Именно с ним у щенка должен наладиться особый личный контакт. Чтобы собака выучила свое имя, чтобы он понял, где он живет, чтобы он понял привычки хозяева, сколько они его кормят, во сколько они встают, во сколько вы идете гулять, во сколько вся семья ложится спать. То есть его выпускают охранять в двор. Говоря о командах, их разучивание стоит отложить на какое-то время. Первые две недели о командах не может быть и речи. То есть вы просто с ним знакомитесь. Вы за ним наблюдаете, наблюдаете все его привычки, что он уже делает, что он еще не делает. У каждого щенка, как и у ребенка, есть и вредные привычки, он может хулиганить. То есть вот это уже можно отслеживать на первых днях общения. То есть сразу же, если собаке что-то нельзя будет делать в течение всей своей жизни, значит, это нельзя даже попробовать один раз сделать. И в завершение столь многословного напутствия хочется еще раз напомнить щенок, что ребенок малый, который любит играть, шалить, баловаться, и ему не по душе надолго оставаться в одиночестве. Самое важное, что он будет просить и даже требовать это внимание. Внимание своего хозяина. Просто помните об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!